Всем привет! Меня зовут Анастасия Ружанская И сейчас мы находимся в арт-фабе в Бочкино-Подоле На долгожданном концерте Раскар Здравствуйте! Привет! Я хотела бы у вас спросить, как журналист Потому что много журналистов у вас больше спрашивали про ваше творчество Но не как оно зарождалось, и вашу любовь к творчеству, и к личности Так вот, как зарождалась ваша любовь к музыке, и как вы сформировали ваши особенности? Очень приятно, что ты изучила то, что мне обычно спрашивают Все изучила Ну, как-то, видимо, это было какое-то неосознанное стремление Просто, будучи ребенком, это, наверное, какая-то типичная история У меня было два магнитофона, я что-то там перезаписывал с кассеты на кассету И, в общем-то, никогда не отдавал себе отчет, что, ну, как-то это будет моей какой-то там профессиональной деятельностью Вот, когда там появился компьютер, я тоже что-то там программировал, какую-то программу Там, как я этим увлекался и там, вот, и, собственно, потом, когда я освоил уже профессиональные программы, в общем, и начал писать сам музыку То есть, в общем-то, это шло такое неосознанное какое-то детское увлечение Может быть, некое ощущение там крутости, музыки в целом, как вообще Я знаю вашу историю, что в школьные годы как-то вы смотрели по ТВ6, который раньше был канал Вечером фильм про биографию Питера Тоша, да И это вас впечатлило А что именно зацепило, и как это повлияло на ваше творчество, и как личность? Еще я себе просто действительно изучил все Но, ну, как бы не то, чтобы именно это, может быть, а просто я, как бы, именно тогда, смотря это Просто, как бы, воспринимал это как музыкальный фильм И потом, когда, собственно, я стал уже увлекаться регги, изучать Я понял, что даже, как бы, в детстве какие-то, вот, как бы, такие мини-маячки меня преследовали, да И, как бы, мне неосознанно именно всегда нравилось регги То есть, даже когда я слушал, там, хип-хоп Помню, я делал сборку, когда в хип-хопе любят вставлять, там, рага-припевы какие-то, там Вот, я вырезал только их, там, делал какие-то подборки Вот, и именно имеется в виду, что, как бы, этот фильм был один из тех, вот, каких-то моментов Возможно, повлияших на меня, а, может быть, наоборот, я, как бы, там, свой вкус именно Ну, у него была нелегкая жизнь? Очень нелегкая Не, ну, в целом, как бы, он просто как... Сильный такой Нет, да-да, он сильный, конечно, персонаж Я, в целом, говорю, что тут дело не в том, что именно это был Питер Тош А в том, что, как бы, вот какая-то череда этих таких маленьких Информационных каких-то, может быть, да, моментов Которые сформировали именно меня, там, мой вкус, мое мировоззрение и так далее Вот, а, то есть, конечно, его история, да, но это отдельная, мне кажется, тема вообще для обсуждения А могу ли я сказать, что он ваш комир? Или это Боб Марли? А может, кто-то другой? Так кто это? Ну, мне трудно сказать Это, знаете, как есть такой момент, что когда сейчас, в общем-то, стали посещать нас часто Всякие мировые звезды, там, легенды, собственно, тоже, там, стиля и так далее И каждый раз все, там, какие-то российские, ну, московские артисты Там, как-то проникает, там, к ним на разогрев, там, в бэкстейдж Фотографируются и пишут Вот это был именно тот чувак, с которого, как бы, я начал вообще слушать Который повлиял на меня Потом там приезжает следующий И опять, как бы, тот же артист с ним фотографируется Говорит, типа, вот, именно этот повлиял И у меня какая-то похожая ситуация На самом деле, как бы, есть куча людей И, которые на меня влияли Но кого-то, прямо, одного кумира, которого я, там, копировал Ну, то есть, есть пару исполнителей, у которых, именно, я копировал на начальном стадии Именно стиль вокальный Таких, как, там, Буджу Бантон Вот, Мад Лайон Вот, ну, а, как бы, именно кумира Ну, то есть, естественно, Боб Марли тоже, да, произвел у меня несгладимые впечатления И был одним из стимулов вообще начать что-то делать самому А вот в детстве у вас зарождалось это, как бы, влечение к музыке И родители как-то способствовали к этому Может, вы хотели закончить музыкальную школу Или вы как-то ходили на какие-то кружки Было что-то у вас такое, творческое? Ну, не знаю Наоборот, может быть, так бы, у меня такая очень техническая семья И, наоборот, может быть, какой-то скепсис к моим занятиям музыкой И, как бы, полные... Не было поддержки, да Их незамечания, да, как бы, давало мне какой-то, наоборот, такой протестный стимул Скорее, такая ситуация от обратного Что, как бы, да, наоборот, как бы, никто никогда не предлагал этим заниматься Ну, как, не мешали, в принципе, но такой какой-то, может быть, суперподдержки Как там, как будущая профессия Никогда не было такого То есть, просто, ну, что-то там развлекается И, может быть, как раз я стремился доказать, что все-таки, как бы, я не развлекаюсь А как вы познакомились со своей женой? Была ли это... Как вы познакомились со своей женой? Была ли это любовь с первого взгляда? Нет Мы, на самом деле, достаточно долго работали вместе И, скажем, это была такая, как бы, дружба, перешедшая в любовь Вот, да, и, как бы, вот Это очень ценное имя человека, который поддерживает ваши интересы, разделяет их с вами И у вас есть сын, которому уже 4 года И у него есть какое-то такое творческое начало, которое перешло от талантливых родителей? Не расслышал, просто будет ли Есть ли у него какое-то творческое начало? 4 года уже Ну, я боюсь, как бы, загадывать там или сглазить Вот, ну, я не знаю, он любит, как бы, он даже, в общем-то, утомляет прослушиванием моих альбомов Всегда требует его в машине Не хочет слушать ничего другого И, как бы, ну, так, как, собственно, там, сделав все эти записи, там, их как-то регулярно исполняя Не то, чтобы мы, как бы, хотим слушать, он все время заставляет нас прослушивать в альбом Вот, и, ну, как бы, активно уже может работать, как бэк-эмси, знаете, когда там концовки слов повторять Вот, а из своих каких-то проявлений, вот, недавно он, они со своей сестрой делали небольшое танцевальное представление для нас Вот, было забавно Откуда вы черпаете вдохновение? Ну, с окружающего мира это, в основном, все так любят говорить Я, в принципе, это понимаю, но хотелось бы немножко конкретно Может, какие-то такие искры на какие-то определенные моменты Может, вас вдохновляет ваша жена, дети, семья или я? Не, ну, в целом, я бы сказал Да, поездки, да Поездки, вот галочку, галочку ставлю Нет, ну, вообще, да, скажем так Поездка просто как некая перемена обстановки И плюс к этому, скажем, некое вынужденное время находиться где-то Ну, как бы, не имея возможности чем-то там заниматься, чем ты обычно занимаешься, да Там как-то сидеть, просто там ждать и так далее Это, конечно, очень стимулирует то, что в эти моменты можно там сконцентрироваться, подумать о чем-то Вот, как именно, я не могу сказать, что именно там что-то вдохновение приходит от чего-то именно вот этого То есть, скажем, все, что происходит со мной, как бы, оно вдохновляет меня, видимо То есть, собственно, я как-то это перевариваю И главное, иметь какой-то вот этот момент, в который ты можешь, как бы, сконцентрироваться и все это изложить, скажем так А насчет страны, вот вы любите путешествовать Какая страна вас очень-очень влечет, вы еще не побывали в ней, планируете? Ну, видимо, мне все-таки нужно совершить хадж на Ямайку, он как бы, это как бы неизбежно Вот, а в целом, не знаю, я вот очень хотел бы, может быть, в следующем году посетить Скандинавию Почему-то именно вот, как бы, меня она влечет Вот, я там не был, хотя много раз уже проезжал мимо и в Германии, и в Прибалтике Как бы, то есть, собственно, осталось сесть на паром, вот Вот вы сотрудничали с Нойз МС Возникали какие-то трудности? Вы шли на компромиссы? Как вы все решали? Трудности? И все было гладко? Не, ну, скажем так, как тут есть определенные роли И, скажем, у него есть, как бы, его проект, его видение И я просто выступаю тут, как бы, саунд-продюсеру И просто, скажем, помогаю ему реализовать Так что изначально, может быть, из-за того, что, как бы, ну, как бы у нас были так распределенные роли Особных трудностей нету А как вы с ним познакомились? Мы познакомились на создании рекламного ролика «Сникерсурбания», которым он делал текст, а я музыку И после этого, собственно, он как раз начинал тогда, как бы, уже переходил от своих домашних записей к студийным И, собственно, вот, его, наверное, первая, там, или одна из первых студийных работ была И потом он, собственно, вот, с тех пор, где-то 2005 год, наверное Я вообще знаю, что вам нравится идея уличных музыкантов Вы, как бы, планировали, но еще не осуществили эту мечту Хотели бы это сделать в Киеве? Ну, на самом деле, не я лично, но как раз вот Настя, мой компаньон и партнер Мы делали такой проект, как раз этим летом, когда были в Европе, с лайф-лупингом И было очень прикольно Вот, в принципе, мы можем просто играть где угодно И, собственно, у нас есть, как раз мы этим летом посвятили тому, что собрали какие-то, там, необходимые для этого сутап Там, как-то, отладили программу Так что, почему нет, в Киеве круто Зависит, опять же, должна быть, есть же специфика То, чтобы были места, не было проблем с полицей И чтобы, допустим, ну, опять же Ну, я думаю, что здесь, на самом деле, в центре вполне туристическая зона, я думаю Да, еще и в Львове, там очень любят, много выступают, обычных музыкантов Это очень ценится, город Львов В Киеве это не так сильно развито Вот, спасибо за подсказку Другой обезопасности А какие у вас планы на ближайшее будущее? Ну, может быть, на месяц? В ближайшем будущем сейчас мы работаем над проектом, сольным проектом Насти Стоит, что это такое альтер-эго, проект англоязычный, именно более ориентированный, там, на европейскую сцену Вот, и, собственно, вышел сейчас вот первый клип, сингл Рандетт, и вслед за ним выходит сейчас в феврале еще один клип и EP Вот, и, в общем-то, это сейчас основное направление, что мы делаем Вот, а, как бы, весне, я надеюсь, закончить еще один альбом Раскара, который сейчас, собственно, тоже находится в стадии разработки Все очень классно, самое еще интересное брать, разговаривать, брать интервью Спасибо вам за интервью Вам удачи на концерте, мы будем слушать, снимать и публиковать Все Спасибо Это Раскара, я хочу выразить Если кто-то растит, тут что-то растет, и Павелон не перекроет нам кислород Так что расти, растите, расти, растите, прямо под носом у них страсти, простите Стира, стирал он нас не стер, как не старался, расти, расти, чтоб Бабелон с носом остался Расти, 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 растите, расти, растите, прямо под носом у них страсти, простите Стира, стирал он нас не стер, как не старался, расти, расти, чтоб Бабелон с носом остался Если на райончике закончилось, раньше времени не наводите панику Пока есть те, кто любит ботанику, и у кого растут цветы на подоконнике Как-то любит ботанику, и у кого растут цветы на подоконнике